Краснодарские рекламисты написали письмо первому заместителю главы города Владимиру Часовитину с просьбой навести порядок в отрасли. Бизнесмены считают, что сейчас на рынке наружной рекламы назрела та самая ситуация, когда работать стало сложно. И ряд проблем требует немедленного реагирования со стороны властей. В письме рекламисты жалуются на управление наружной рекламой. Они считают, что чиновники не справляются с поставленными задачами. Одна из проблем связана с демонтажом незаконных конструкций, которые, по словам бизнесменов, сейчас происходят выборочно и бессистемно. Предписания о добровольном сносе не присылают, а собственники, обнаружив неожиданную пропажу счета, обращаются в полицию. Рекламисты просят от профильного управления открытости, чтобы планы были известны заранее. Нам бы хотелось иметь под руками реестр выданных разрешений. Хотелось бы также, чтобы были опубликованы планы демонтажей, планы действия управления, скажем, на какой-то ближайший период. Почему? Потому что не секрет, что предприниматели, получив предписание, готовы сами убрать свои незаконные рекламные конструкции. А вместо того происходит так, что предприниматель, не получив этого предписания, не видя, что он стоит в реестре на демонтаж, оставляет это так, как есть и, соответственно, происходит что-то. То есть тратятся бюджетные деньги. Много нареканий вызывает и укропнение лотов на аукционах, когда в один включают сразу несколько рекламных конструкций. У небольших компаний попросту не хватает средств, чтобы участвовать в торгах. На это, кстати, уже обратили внимание антимонопольщики и депутаты горсовета. Тем временем, пока одни ратуют за изменение правил аукционов, другие вообще не могут на них попасть. Их конструкции не вписываются в схему размещения. К примеру, владельцы мониторов готовятся сворачивать свой бизнес в центре. По утвержденной программе, большие экраны не должны там находиться. Якобы они портят вид города. Раньше мы подходили, 8 лет, теперь не подходим. Потому что Министерство культуры какие-то нормы придумало. Размер экрана может быть 2 на 4. То есть мне вообще непонятно, кто это придумал, на какой вообще, из каких соображений даже. Кому мешает и что закрывает, непонятно. Это явно люди просто даже не знают саму технологию, что это такое. То есть как это можно? И никто это никогда в жизни не поставит, и никто этого никогда не продаст. Депутат Гурсовета Сергей Жабинский согласен, что конфликт между чиновниками управления и бизнесменами обострился. Но, по его мнению, ситуацию на рынке рекламы все равно нужно менять. Некоторые баннеры и нелепые конструкции действительно портят облик улиц. Депутат предлагает значительно сократить количество счетов, при этом не ущемляя ничьих прав. Гораздо эффективнее с точки зрения города, гораздо безопаснее, гораздо красивее, гораздо лучше. И что самое интересное, по возврату денег, собственно, рекламщики будут собирать ровно столько же. То есть, вместо этих 20 стояло 2-3 максимум предсмотрены, либо одна большая, огромная, красивая панель, которая собирает тысячу рублей в сутки с одного показа. Но таких показов десятки. И вот, собственно, та же самая экономика. Сами рекламисты готовы помочь управлению, например, самостоятельно искать места под рекламные щиты и согласовывать их с различными ведомствами. Для этого в рекламных бюро работают целые отделы. Бизнесмены уверены, это ускорит некоторые процессы и, соответственно, аукционов станет больше. А сейчас они проходят редко. Добавлю, в администрации города уже отреагировали на письмо. Рекламистам предлагают создать ряд поправок и вынести их на открытое обсуждение. Мы будем следить за развитием ситуации. А если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой телефон 29 29 115. Наталья Истомина, Илья Заречный. Афонтова новости. Продолжение следует.